В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Генерал отпущения. Минувшая неделя ознаменовавшаяся многочисленными ЧП от прорыва теплотрассы, парализованной Новосадовой, до мини-землетрясения в пятницу изрядно напугавшего город, кое для кого обернулось и личным апокалипсисом. После задержанных майских каникул главному губернскому сыщику так и не суждено было вернуться в свой любовно обставленный кабинет и столь милое сердцу кресло. Ему недвусмысленно указали на дверь. Виталию Горскину эта весна с самого начала ничего хорошего не сулила. Теперь же кадровая интрига подошла к логическому финалу. Главный герой истории одного увольнения вскоре покинет авансцену. Совсем скоро о нем забудут даже журналисты. Служебный контракт господина Горскина с его работодателем, Следственным комитетом России, стек еще накануне Дня Победы. Вот уж когда выражение «праздник со слезами на глазах» приобрело двойной смысл. Продлевать трудовые отношения со скандалищим силовиком не будут. Как и всегда в подобных случаях информация о грядущей отставке главы Самарского войска сначала появилась в прессе. Со ссылкой на эксклюзивные источники в понедельник в Федеральной известии сообщили, «Указано значение нового руководителя областного управления» появится вот-вот. А Горскина отстраняют за, цитата, «серьезные упущения в работе и полную разруху в ведомстве». Последнее время работа комитета вызывала очень много нареканий со стороны не только, скажем так, всего прорисового человечества, но и адвокатов тоже самое. Брак работы следователя всегда радует адвоката, для нас это хорошо. Но с другой стороны, как говорил один киногерой, задержавают, обидно все равно получается. Поэтому чем больше брак в их работе, тем больше людей, совершавших преступления, уходит от уголовной ответственности. А по всем сообщениям комитета получается, что в нашей губернии как будто преступления тяжкие и особо тяжкие вообще не совершаются. Нет ни взяточников, ни вымогательства, ни преступных сообществ. Весть о неминуемой отставке господина Горскина в своем твиттере прокомментировала депутат Госдома Александр Хинштейн, не раз публично критиковавший его работу. На этот раз Хинштейн написал, пока генерал Горскин сидел на своем месте, ни о какой борьбе с коррупцией в Самаре речи идти не могло. Дела наглым образом гробились. Конец цитаты. Вот далеко не полный список промахов о скандалившихся силовика, которые особо выделяют эксперты. Как я уже рассказывала, это до сих пор нераскрыто убийство бывшего мэра Тольятти Сергея Жилкина и вице-спикера Губдума Анатолия Степанова. И дело о загадочном исчезновении гендиректора иковоза Александра Душкова, который Горскин как-то назвал собственным позором. И гибель 19-летнего мамуки Кахишвили. Парень скончался во время задержания полицейскими, но следователи до сих пор не нашли виновных. Полтора года, по сути, саботировалось расследование смерти бывшего депутата Кубышского горсовета. Георгий Кутузов умер спустя два месяца после того, как сотрудница конного милицейского патруля приковали его к лошади. Животное нанесло мужчине травмы. В этом расследовании было все. И лжесвидетели, уверявшие, что Кутузов сам напал на наездниц в погонах, реабилитировали только посмертно. Их сгумация тела и гуманный до неприличия приговор. Мне известно в связи с моей профессиональной деятельностью большое количество чудес, которые творятся в Следственном комитете. Самых, в общем, самых удивительных. Вроде того, когда следователь назначает экспертизу, а в Следственном комитете ему пишут указание, что экспертизу не назначать, потому что мы не считаем целесообразным ее оплачивать. Но разговоры шли достаточно давно о том, что под Горсткиным кресло не очень устойчиво. Связано это было, насколько я могу судить, не столько с деятельностью Горсткина, скажем так, по основному месту работы, сколько со скандалами, связанными с Горсткиным, с семьей Горсткиным, с его супругой и с ее предпринимательской деятельностью. Но обилие скандалов в последний год произошло в связи со счетами, с бизнесом, с киосками и так далее. Теперь содержимое Кошелька Горсткина и его супруги Юлии Будак внимательно изучает областная прокуратура. По злой иронии судьбы проверку это инициировал сам генерал. Вот уж действительно не роет другому яму, пусть сам роет. Произошло это после того, как в конце марта новая газета поведала миру о материальном благополучии семейного очага силовика. Якобы глава следственного управления за год заработал чуть ли не в два с половиной раза больше, чем его начальник Александр Бастрыкин. А супруга самарского сыщика оказалась будто бы гораздо более состоятельной дамой, чем было заявлено в декларации. Газета уверяла, что Юлия Будак является соучредителем ряда коммерческих фирм, которым тоже есть претензии. От неоформленных в аренду участков под торговыми павильонами до незаконно установленных рекламных счетов. Так это или нет, официальную версию мира теперь расскажет областная прокуратура, чьи сотрудники до завершения проверки не готовы делиться всеми подробностями. Но кое-что существенное все же сообщили. В ходе проверки прокуратурой выявлены факты представления Горсткина в недостоверной информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, отдельные доводы публикации также нашли свое подтверждение. После всех этих скандалов, подмочивших репутацию силовика, Организационно-инспекторское управление СКР, проведя в Самаре в апреле порядка двух недель, не рекомендовало продлевать с Горсткиным контракт. Такое решение поддержали представители ФСБ, Генпрокуратуры и полпредпрезидента в Приворско-федеральном округе. За последние полтора года это была уже, кстати, третья проверка Самарского ведомства. И для Горсткина, похоже, последняя. В первых двух случаях, когда его подчиненные ославились на всю страну, один попав под подозрение фальсификации документов, другой распевая песни в пьяном виде, генералу везло. На этот раз черный ворон не пролетел мимо. Что ж ты везешься, ты добиваешься, а не добиваешься. Сколько уже разрушено, а сколько еще предстоит разрушить. В Самаре не утихают скандалы вокруг двух памятников архитектуры, что были стерты с карты города еще в конце апреля. Речь об обсовнике Наймушино и усадьбе Ржаново. Первый, пока не сгорел, украшал улицу Степана Разина. Второй, последние годы, ветшал и разрушался. Но по-прежнему, поражая знатоков, витиеватый лепниной стойко противостоял ударам судьбы по адресу Водников 99, пока его не пустили под экскаватор. Нет теперь усадьбы Ржаново, лишь котлован и строительная разруха. Об уникальности этих двух шедевров зодчества теперь можно судить только по фото и воспоминаниям экспертов, которые о памятниках по-прежнему говорят в настоящем времени, словно отказываясь верить в их гибель. Переоценить значимость этого особняка и для экскурсионного пространства нашего города, и как архитектурного объекта. Он очень любопытен с точки зрения архитектуры. Это модерн, это модерн не совсем стандартный, то есть любопытный, эксклюзивный. Мы потеряли уникальнейший объект для нашего города. Из-за внушительного строительного забора теперь печально выглядывает жемчужина классического модерна. Точнее то, что от нее осталось. Дом был построен в начале прошлого века самарским архитектором Филаретом Засухиным. Первым владельцем стал купец-лесопромышленник Фирс Наймушин. Затем он продал особняк любопытной чете старшему брату Алексея Толстого и внебрачной дочери самарского губернатора Александра Бринчанинова. То есть эти руины считались одновременно и купеческим особняком, и дворянским, что добавляло ему ценность в глазах экспертов. Несколько позже, в 40-х годах, здесь располагалась военная миссия Великобритании. Отсюда шла координация Ленд-Лиза. Так во время Второй мировой называлась программа передачи военного оборудования союзниками. Но вместо славы и почета особняк Наймушина ждала печальная участь. Обратный отчет начался в 2007 году, когда так и не найденные преступники бросили в здание бутылку с зажигательной смесью. Ну, конечно, жалко. Очень жалко. Тем более я даже видела, как это происходило, поскольку окна из нашего дома, наверное, на это вот пожарище было видно. Жалко, очень жалко. Я живу здесь 20 лет, все время смотрю на это разрушение. Вот теперь, собственно говоря, пришло к финишу. Тогда же, в 2007-м, бесследно исчезли памятная доска, сообщавшая о славном прошлом здании, и уникальная кованая ограда особняка, внесенная в каталог русский модерн, считавшаяся объектом общероссийского значения. Наверное, она сейчас неплохо смотрится в каком-нибудь закрытом коттеджном поселке. Сгоревший памятник, по заключению специалистов, еще можно было восстановить. Даже был разработан план реконструкции, по которому воскрешение наметили на 2013 год. Но в мэрии, которой тогда руководил Виктор Тархов, неожиданно передумали. В 2010-м здание продали владельцу одной из строительных фирм, взяв с него обещание, что памятник он восстановит. Но что стоит, честное слово, бизнесмена, если на другой чаше весов оказывается земля, которая в центре города на вес золота. Была вся документация оформлена, было охранное обязательство, были устные обещания о том, что здание будет отреставрировано, и его сделают таким, каким оно было раньше. За уничтожение особняка Наймушина, который считался памятником регионального значения, чиновники от Минкульта теперь грозят наказать собственника. В перспективе маячит даже уголовное дело. Любит у нас после драки кулаками помахать. Самая главная часть здания, его фасад уже уничтожен, и что-то мне не верится, что у этой истории будет хэппи-энд. Что касается усадьбы Ржанова, расположенной некогда по адресу водников 99, и разрушенной примерно в те же дни, то здесь виноватых даже искать не будут. Еще в начале апреля здание, как и еще 200 объектов, областной Минкульт вычеркнуло списка памятников, а значит и строителям, сравнявших остатки особняка с землей, ничего не будет. Ну разве что очередные проклятия от неравнодушных горожан. Боль за то, что происходит, потому что мы теряем вот этот неповторимый уникальный город, а получаем вот это безобразие взамен. Вот эти вот многоэтажные дорогостоящие бараки, они никогда не станут объектами культурного наследия. Говорить о том, что это не надо сохранять, что это никому не нужно, может человек, безусловно, эстетически неразвитый, я бы сказала, еще и без души. Уничтожив все это и застроив вот этой вот неказистой, невыразительной застройкой, обратите внимание, кто-нибудь скажет, кто архитектор вот этих домов? Боюсь, что нет. Алла Дзюмина вот уже много лет воюет за сохранение культурного наследия. Еще будучи депутатом Гордумы, не раз пыталась помешать строительной технике, разрушать то, что оставили в Самаре предки. Правда, пока в этой негласной войне победу одерживает бизнес. Вот разрушили на улице Водников один особняк, теперь под угрозой другой, усадьба Балакина. Эти здания, кстати, считаются старейшими в городе. При этом подчеркну, усадьбу Балакина и списка памятников никто не исключал. Но строители заверяют, что не собираются окончательно разрушать здания, сохраняют фасад. И это в наш меркантельный век еще меньше из зол. Ну это один из лучших вариантов, кстати. У нас столько памятников и архитектуры находятся в таких убогих состояниях. Чтобы построить один новый дом, надо вложить, к примеру, миллион. А чтобы как бы отреставрировать, получается полтора миллиона. Ну понятно. А из любви к искусству бизнес не будет, конечно, тратиться. Да? Бизнес? Не, ну бизнес, когда достигнет своей эпогеи, когда все станет на законном основании, что детям перейдут те сбережения, которые он заработал, то тогда да, будет, а так, нет. У нас такое сейчас время, что главная задача, к сожалению, вот у многих владельцев строительного бизнеса, это большой хапок с большим отъездом последующим. То есть чувствуется, что жить-то просто здесь не собираются. Вообще эта глупость невероятная. В результате вот мы можем ехать по улице Самарской, угол Самарской-Вилоновской, чуть не доезжая, да. Я очень хорошо помню тот особняк. Это был один из объектов деревянного зодчества, очень красивый. И сейчас мы имеем какую-то цитату, да. То есть вот людям, которые никогда не видели того здания, им очень трудно объяснить, что это вообще, вот из сайдинга, с чего это. То же самое вот сейчас на Молодогвардейской у нас выстроен очередной метастаз Евроквартала. Вот на месте архитектора вот всех этих строений со стыда бы сгореть. И вся эта громадина раздавила вот эту вот цитату из былого самарского зодчества. Ну, пошумят и забудут. Но еще, знаете, очень важно, как к этому относится общественность, как к этому относятся горожане. Надо действовать. Вот надо просто вставать и защищать. Потому что вот это наша родина, и ее сейчас разрушают. Один из немногих примеров того, когда общественности удалось одержать победу, ну или, по крайней мере, приблизиться к ней, это печально знаменитая фабрика кухни. Памятник конструктивизма, сделанный в форме серпа и молота, давно разнесли бы по кирпичику, а на его месте возвели бы очередное чудовище – стеклообетона. Если бы на его защиту не стали, что называется, всем миром. На днях лед тронулся. На сайте областного Минкульта появилась информация, что в ближайшее время фабрика кухни может быть, наконец, признана объектом культурного наследия. Ее собственнику взамен предлагают землю или недвижимость. Фабрика кухни, по задумке городских властей, должна превратиться в музей авангарда. Но это в будущем. А пока памятник атакуют вандалы. Предыдущие каракули графитчиков активисты закрасили только в минувшие выходные. Это все та же безнаказанность. Но часть их, не могу назвать это рисунками, сейчас уже вновь закрашена. Обратили внимание, с какими орфографическими ошибками написано? Хочешь сказать, парень, иди ты уроки выучи сначала. Вот дай им сейчас джаконду, они и на ней что-нибудь напишут с орфографическими ошибками. Но нам на таких имеет смысл равняться? Думаю, нет. Я надеюсь, что все-таки у человечества другие перспективы, а не вот эти вот, от пятикантропы. Ну что ж, очень хочется на это надеяться. На сегодня это все. Обещаю следить за темой. И на этом прощаюсь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова